Лукреция Борджи В фильме также снимались Валентин Цесье, Арнольд Афуа, Яраль, Кристиан Марконт, Дания Федор и другие. Лукреция Борджи Композитор Морис Ширье В эпоху правления Александра Шестого блеск итальянского ренессанса проник в западный мир и изменил его облик. Благодаря таким творческим гениям, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джорджоне, появились шедевры небывалой красоты. Рим, вечный город, благодаря своему духовному и светскому могуществу превратился в центр этой блестящей эпохи, наполненной событиями. Эпохи, во время которой борьба за власть не имела границ. Личность была в центре внимания, но в то же время жизнь человека не представляла ценности для тех, кто правил судьбами людей в своих крепостях и замках. Праздники и развлечения, жестокость и любовь. Праздники и развлечения, жестокость и любовь. Праздники и развлечения, жестокость и любовь. Вся эта эпоха нашла свое историческое выражение в семье испанского происхождения. Борджи. В одном человеке, таинственный образ которого помнят столетия спустя, который господствовал в Риме и Италии. Цезарь Борджи. Грани. Цезаря. Гра. Грани. КОНЕЦ Сколько нам еще терпеть этих испанских свиней? Сволочи! Люди, благодарите Цезаря. За женщинами надо ухаживать, чтобы они держали рот на замке и не болтали много. Ведут себя просто варварски. Банда преступников, которыми правит негодяй. Замолчи, повсюду их шпионы. Разве Рим не самый свободный город в мире? Вы не отсюда? Нет, из Неаполя. Раньше Рим был городом свободы, но вот уже несколько лет его жители молчат. Они боятся до смерти. Цезарь уничтожит, Цезарь убьет. Он просто дьявол. Он действительно такой, как она говорит? Нет. Еще хуже. А Лукреция? Что вы знаете о ней? Она сестра, Цезарь, такая же плохая, как он. Таких в Риме, как песка в море. Но Лукреция самая порочная из них. И не дайте это всем в Неаполе. Нет, они могут говорить все, что угодно. Я не верю, что человек может быть таким. Ей всего 18. Народ склонен преувеличивать, но все-таки, что касается ее, я скажу вам, что Лукреция была моей любовницей. Во сне, лгунишка? Я клянусь, это правда. Да что ты говоришь? Пошли, сладкий, и со мной ты забудешь о ней. Вот ты, посмотри на кольцо у меня на руке. Она подарила мне его. Да ладно. Да, Лукреция. У вас, Тунешка. Она больше не пришла. Мне надо... надо к ней. Эти девки мне не верят. Ты мне веришь? Веришь, что Лукреция была моей любовницей? Я спал с ней. В благодарность она подарила мне кольцо. Она меня любила. Поэтому я стал капитаном. Я уже герой. Гордость армии. Да здравствуют женщины, да здравствует Лукреция. Она была моей любовницей. Я спал с ней. Лукреция была моей. Отпустите меня. Отпусти его. Отпустите его. На карнавале можно все. Отпустите его. Отпустите. Освободите его. Пьяные говорят правду. Пошли. Пока они танцуют, они не опасны. Не могу поверить. Я должен побыть один. У тебя сегодня руки, как у крестьянки. Принеси голубя. Жаль, что нет шелка такого же блестящего, как и теперь я. Ваше свадебное платье будет так блестеть, как лунный свет. Поторопитесь, поторопитесь. Ни одна венецианская мазь не делает кожу такой прекрасной. В Париже женщины используют вместо голубей кошек. Это же ужасно. Я бы не хотела жить в Париже. Кошки это просто ужасно. Прекратите. Быстро воду и полотенце. Хорошо. А кто тебе сказал? Я думаю, это правда. Эта женщина сама жила в Париже. А я не верю. Любите вы поговорить. Пошли, пошли отсюда. Как я им завидую. Они могут смеяться. Могут радоваться. Почему вы такая грустная? Еще несколько дней и вы... Уходи, я хочу быть одна. КОНЕЦ Я ждал, что ты придешь. Сегодня вечером ты должна была прийти ко мне. Вокруг тебя большое темное пятно. Ты шагаешь, словно ночью без звезд. Да. Ночью, когда ничего не происходит. О чем ты? Зачем пустые отговорки? Я не могу больше слушать пустые слова. Я лгал тебе когда-нибудь. Ты очень кричишь сквозь темноту. Подойди ближе. Ближе? Любовь, которую ты ищешь, которой нуждаешься, близко. Подойди ближе. И посмотри. Загляни в мое зеркало. Посмотри. Посмотри сюда. Я вижу только себя. Ты всегда видела только себя. В каждом мужчине ты любила только себя. Забудь, что до этого считала любовью. Только другое в счет. Любовь – это цена. А лицо в маске. Он улыбается. Он исчез. Скажи мне, я хочу знать. Это он? Терпение. Он близок. Твоим мукам конец. Я вижу, как сегодня вечером ты выходишь из дома. Как ты идешь ему навстречу. Это словно чары. Муза, которая тебя зовет. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я всегда знала, что у любви твой голос Такой сильный, нежный Для меня любовь похожа на тебя Я видел тебя в своих снах Ты прекрасный Я люблю тебя Я люблю тебя Я так счастлива Это может прекратиться Мы как будто всегда любили друг друга Всегда знали друг друга Потерять тебя навсегда Больше никогда не видеть и не слышать Нет, это невозможно Нам нужно уехать куда-нибудь Я не могу Ах, да Я о тебе ничего не знаю А почему любишь? Я тебя спросила Послушай, я Я сопровождал одного человека в Рим Ты снова уедешь И мы расстанемся И будем опять одни Ни ты, ни я не можем забыть друг друга Ах, Лукреция, Лукреция Развратница Я люблю тебя Поцелуй меня еще раз Еще одно слово Скажи свое имя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тайны, сестричка Твои служанки удивились Увидев сегодня утром Твою кровать пустой Они полагают, что тебя похитил дьявол Надеюсь, симпатичный дьявол На одно слово Я серьезно Довольно обманывать Ты поняла? Ты делаешь мне больно Когда ты женат И можешь себе это позволить Но ты выйдешь замуж Только через 10 дней Ты должна терпеть Послушавшись тебя Я вышла за Сфорца Он помешал тебе Я снова повинуюсь Чтобы угодить тебе Я выйду замуж за Арагона Я его уже ненавижу Хотя еще не знаю Говорят, он симпатичный Я знаю, как тебе нравятся Симпатичные мужчины Тебя ничто не может тронуть Может Ты Иногда Но душа и политика Несовместимы Тебя разве не учили Что здесь наше утешение Тебя ничто не учили Благодаря этому жениху Лукреции Мы завоевали Неаполь Без единого солдата Эта власть Всегда была для меня Бельмом на глазу Нет, мне не хватает сил Пожалуйста, возьми себя в руки Они идут по двору Мадам Это нужно сделать У него опять лицо триумфатора Он синьё Весь дворец ликует Где женщина, на которой должен жениться Как политик? Развратница Предлагающая себя мужчинам В карнавальную ночь Идите к ней КОНЕЦ КОНЕЦ Уважаемый господин Готовы ли вы перед присутствующими здесь представителями закона Открыто заявить Что хотите взять в жены Лукрецию Борджи И поклясться уважать её Как свою жену Я клянусь И хочу этого Уважаемая дама Готовы ли вы перед присутствующими здесь представителями Закона Заявить о своём желании Стать женой господина Арагона И поклясться ему Быть верной И послушной женой Я клянусь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вспомнил Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел сам убедиться Поскольку не мог Поверить в это В то, что говорят про вас А потом я встретил тебя Если захочешь Наш брак будет расторгнут Знакомая ситуация? Слишком дешёвая месть для мужчины Уходи Или ты боишься Цезаря? Нет Ты будешь играть дальше Поскольку миру в твоей стране угрожает опасность Вот ты и показала своё истинное лицо Уходи Уходи же, наконец Очень лестно для женщины стать поводом для войны Лицо стервы Ты ещё сомневаешься? Ты слышал, что поют? Там много сказано обо мне А как меня называют? Знаешь? Самой грязной потаскухой в Риме В Риме это слово что-то значит Я действительно заслуживаю этого Скажи Ты меня знаешь? Или ты забыл? Когда ты держал меня на руках Разве мы друг друга не любили? Я запрещаю тебе Не напоминай мне Ты меня всё ещё любишь Я знаю Ничего не изменилось А я Я осталась той же Нет Нет, молчи Послушай своё сердце Вспомни ту ночь Вспомни о нежных словах О клятве любить Разве может такая ночь Быть неправдой? Почему ты ничего не сказала мне утром? Обними меня снова Скажи, что я тебя не потеряла Сколько ты уже просила об этом? Это неправда Я клянусь Судьи должны мне поверить Одно слово Лукреции Ты меня освободят Хватит про Лукрецию Невозможно слушать это целый день Я должен выйти отсюда Выпустите меня Выпустите Прекрати А то мы все получим по шее Выпустите меня Ты Идиот Они идут Вперёд Давайте Вперёд На выход Все на выход Пошли Вперёд Пошли Вперёд Наш великодушный господин Цезарь Борджи Хочет, чтобы один из заключённых Принял участие в играх На арене Победившие на этих соревнованиях Получат Свободу Господин Позвольте мне Я Заткнись Почему бы нет? Это будет весело Да Можно Вон тот И этот А где тот, кто кричал громче всех? Он без сознания Эй Возьмите его тоже Пошли Вперёд Пошли Пошли Вперёд Вперёд Возьмите ещё нескольких Но помоложе Нам нужно 20 человек Если понадобится больше Мы арестуем ещё Цезарь Борджи Считает Угрозу извне Для Италии Прекрати Понимаю Монсеньор Если нужно изобразить доверие Оно не должно быть Настоящим Особенно Если это касается женщин Как же можно Что вы ещё вчера Вчера Было вчера Давайте Поторопитесь Быстрее Вперёд Пошли Пошли Давайте Давайте Поверь мне Нет смысла Если она сделает вид Что не знает меня Я крикну ей Вперёд Сегодня мы увидим Игры с факелами У вас в Нябле Есть такое? У нас только охота Это не безобидные игры Что они должны делать? Они бросают факелы И должны Посмотрите на старика Весело Борьба между дедушками Эти игры в вашу честь Чтобы развлечь вас Цезарь организовал их Наконец-то Он наверху Варварские игры Борьба начинается Ставлю 10 дукатов На старика Бьюсь об заклад Возможно Он проиграет И старик выживет Я проиграла Как глупо Надеюсь, он умер Невероятно Что ты сказал? Люди умирают Смешно, не так ли? Они же умирают Но они преступники Почему ты такая? Я не видел ничего более жестокого Ничего Игра закончена Выбери из оставшихся Самых сильных Что с ними произойдет Я скажу тебе позже А что с остальными? Остальных я помилую В Риме довольно жестокие развлечения Я вас плохо знал Иначе я бы придумал Что-нибудь получше Принесите нам вина Вам нравится охота? Завтра состоится охота Давайте Выходите Поторопитесь Сегодня при дворе устраивают охоту Вы станете дичью На которую натравливают собак Нет, нет Пощадите Я расскажу вам о правилах охоты Те, кто продержатся до ночи Получат свободу Все Бегите До начала охоты осталось мало времени Пошли Давайте Монсеньор, все готово. Охоту можно начинать. Как насчет дичи? Звери очень сильные. На какого зверя будет охота? На очень редкого. Начать охоту, да поможет нам Бог. Я думаю, дичь уйдет. Уверены? Потерпите, вы не пожалеете. Собаки напали на след. Они лают? Собаки напали на след. Собаки напали на след. Собаки напали на след. КОНЕЦ Спустите собак Они лают. Точно почуяли. КОНЕЦ ЧЕЛОВЕК 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 Это всё Цезарь? Чёрт! Ты тоже знала? Нет, я не знала. ЧЕЛОВЕК В чём дело? Чего ждёте? В Неаполе не знают, что делать? Пьяный парень на карнавале. Пауло? Почему ты... Нет, нет. Не убивайте меня. Лукреция, спаси меня. Лукреция, я хочу жить. Лукреция, я хочу жить. Обзови собак. Освободи его. Лукреция, ты не можешь допустить, чтобы они убили меня. Ты забыла. Ты всё забыла. Но нет, потаскуха. Ты не спасёшь меня. Я знаю. Я хорошо тебя знаю. Все, кто спал с тобой, умирали. Он должен замолчать. Замолчать. Я тоже спал с тобой. Ты такая же, как и все. Твоя жена – обычная потаскуха. Пусть он замолчит. Пусть замолчит. Пусть он замолчал. Так скажет. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, потеряла Я потеряла тебя Несколько дней я думал, что смогу с тобой жить Но как я могу забыть крик этого человека? Он должен был умереть, чтобы я не потеряла тебя Нет, не говори ничего Слишком поздно Я возвращаюсь в Неаполь без тебя А ты будешь дальше жить своей жизнью Нет, ты не можешь бросить меня Я должен забыть тебя Я не верю в то, что это возможно, потому что я люблю тебя И буду любить тебя до конца жизни Воспоминание о тебе будет вечным Прекрасная ночь Я не знал, кто ты Не оставляй меня Останься Я давно хотела поговорить с тобой Но я боялась Подойди ко мне Послушай меня Большего я не потребую Тогда ты можешь идти Спасибо Это так трудно Не вини меня Я все тебе расскажу Я ничего от тебя не скрою Клянусь перед Богом Попробуй понять меня Какое у меня было детство Что я видела вокруг себя Цезарь господствовал Однажды он велел мне выйти замуж Он приказал Что я могла сделать За кого я должна была выйти? За Джованни с Форцу Потому что Цезарю нужен был союз с Миланом Его не интересовало мое счастье Я должна была подчиняться его тщеславию Молчать Слушаться мужа Я чувствовала себя такой одинокой и потерянной Но вскоре я поняла Что все бесполезно Мне нужен был совет Мне хотелось жить Он меня не замечал Но другие желали меня Я искала любовь При помощи любви Что преступного я сделала в браке А я боялась Что все выяснится Что будет скандал Но все равно Я встречалась с мужчиной Который желал меня С которым вспоминаешь о мечте Своей юности Однажды я увидела его глаза Взгляд теплее, чем у других Страсти не было Нет Но я будто вновь ожила Муж ничего не замечал Его волновали другие вещи А Цезарю, который нацелился на Неаполь Он стал не нужен Он сам своими действиями Подписал себе приговор Его посыльный был убит Субтитры сделал DimaTorzok Мы его поймали Сфорца послал его в Милан Дай письмо Сумасшедший Он планирует объединиться с французами Это страшнее измены Лучшего момента не будет Думаю, сегодня ночью ты мне понадобишься Дождаться, пока он заснет? Да Все должно произойти тихо Лукреция в наряде вдовы Какая милая картина Мир будет у ее ног Останься со мной Подойди Подойди ко мне Ты любишь меня, хоть немного Немного? Да Возможно Мадам Мадам Цезарь идет сюда Ты одна? Как видишь Уже поздно А твой муж? Какой муж? Он тебе надоел? Да Ты еще спрашиваешь Если он так противен тебе Он тебе не нужен Если бы это было возможно Это возможно, сестра Прочти И ты все поймешь Я здесь что-то не все понимаю Хорошо Если Французское войско Войдет в Милан Если я правильно поняла Это предательство Не сомнения А что делают с предателями? Их приговаривают к смерти Они этого заслуживают А что вдовы? Некоторые выходят замуж Как это все жестоко А я ужасно устала Надеюсь, ты увидишь Приятные сны Когда это произойдет? Этой ночью Но второго мужа Я могу выбрать себе Сама Пока об этом рано говорить Подожди Спи Да Спокойной ночи Берондо Ты слышал? Ты так жестоко Я? Почему? Ты должна предупредить его Кого? Сфорцу? Ты с ума сошел Я его ненавижу Он предатель Но ты можешь его спасти Любовник защищает мужа Подумай Мы можем стать свободными Нет Ты никогда не будешь свободной Твой брат повелевает тобой Ты выполняешь его волю Я выйду за того, кто мне нравится Лукреция Лукреция, поверь мне Кто знает, что последует За смертью Сфорцы? Это неправда Сфорцы, к счастью Никогда нам не мешал Ты думаешь, достаточно, если Сфорца просто уедет в Милан, а я останусь с тобой? Да Тогда мы его предупредим Объявить тревогу Сфорца сбежал Мы должны его поймать во что бы то ни стало Сфорца сбежала Сфорца бежал Вероятно, во время смены караула Сто дукатов тому, кто найдет его Есть Это сделала ты? Что? Что произошло? Что? Ты предупредила Сфорцу? Нет, неправда Неправда Неправда? Ты еще лжешь Ты испортила мои планы О чем ты думаешь? Союз с Неаполем скоро будет заключен Все рухнет Карты раскрыты Мои планы развеяны в пух и прах И почему? Кем? Не надо Я ему помогла, да? Если ты хочешь преследовать его То у него четыре часа преимущества Как глупо Убивать Сфорцу Зачем? От него можно избавиться другим способом Например Развестись Развестись? А церковь? В определенных случаях она дает согласие Возможно, я так и не стала Его женой И ты заявишь об этом на суде? Почему бы нет? Я восхищен твоей смелостью Ты хочешь, чтобы народ снова назвал Тебя убийцей Думаю, нет Итак Ты должен меня благодарить Идет Ну что? Ты разведена? Да Я свободна Отпусти Я поклялась Сейчас же пошли письмо в Неаполь Напиши, что мы немедленно подпишем контракт Этот Перотто Слишком важно себя ведет Кстати Вы уверены, что Лукреция одна предупредила Сфорцу? Это дело мужчины Вы спросили, кто он? У тебя есть доказательства? Нет Только догадки Девушки отдыхают ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что она значит? Одним трупом больше в реке. Я снова осталась одна. Цезарь боялся моей ярости и послал меня к Юлии Форнезе. Раньше она занималась моим воспитанием. И я снова оказалась в мире развлечений и веселья. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Знаешь, что он нашептал мне на ухо? А ты? Ты все еще любишь меня? Конечно. Он бесценен. Посмотри на него. У него локоны, как у девушки, и бородка. Просто красавец, не так ли? В чем дело? Все грустишь? Да кто такой этот Пиротто? Завтра ты его уже не вспомнишь. Ты меня никогда не поймешь. Я тоже знаю, что такое любовь. Но это было так давно. Заткнись, иначе получишь. Для женщины мужчина не дороже платья. Как только он надоел, даришь его служанке. Так его, так. А ну что там еще такое, что? Так, покажи ему, покажи. Давай, давай. Вот так. Не сдаваться. Покажи ему. Давай, давай. Какой мужчина, загляденье. Я думаю, просто так вышло. Покажи ему, покажи, давай. Это драка. Если бы только... Давай, давай. Давай. Браво, браво. Это было великолепно. Ему полагается вознаграждение. Странно. Не знаешь, кто рядом с тобой. Сфорца должен снова заполучить ее. Она должна признаться, что солгала. И развод будет недействителен. И состоится новая свадьба. Тихо. Наконец-то. Что скажешь? Да, держи. Тебе. В замке только 15 охранников, несколько пажей и женщины. Завтра утром в бане самый подходящий момент. Поверю тебе. Поехали назад. Чего еще ты хочешь? Пообещайте мне наказать старуху. Я чувствую себя сейчас на 20 лет. Ты так и выглядишь. Перестань, маленькая лгуния. Я старая женщина, несмотря на свои 30 лет. Нельзя так лгать. Иначе попадете в ад. Негодяй. Я побью тебя. А если ты умрешь раньше, а? Такие старушки, как ты, неожиданно умирают. Карлик, урод! Это так ужасно. Слышать это утром. Он просто пошутил. Перестань реветь, иначе у тебя будут морщины. Уродливая обезьяна! Уродливая обезьяна! Уродливая обезьяна! Уродливая обезьяна! Уродливая обезьяна! Пошел прочь! Если бы женщины ухаживали за своими мозгами так же, как за телом, им бы не было цены. Я выпарю тебя. Смотрите, как бы вас сначала не выпарали. Идите сюда, за мной! Идите сюда, за мной! Что это? Тревога! Разделиться! Идите сюда! Идите сюда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мужчина, незнакомый мужчина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наберись терпения. Я шла сквозь толпу и встретила тебя. В ту ночь в твоих объятиях я снова родилась. Я не лгала тебе. Это мое истинное лицо. Как еще я могу доказать свою любовь? Я рассказала, какой я была до знакомства с тобой. Лучше бы ты мне не говорила. Иначе я бы ушел и думал иногда, что поступил с тобой несправедливо. Ты должен был это услышать. Знать. Знать хуже всего. Когда ты называла имена своих мужчин, ты смеялась. Смеялась точно так же, как и со мной. Это будет преследовать меня всю жизнь. Не уходи. Не уходи, прошу тебя. Поверь, если ты останешься, ты все забудешь. Забуду. Ты забудешь и простишь меня. Когда так страдаешь, уже простил. Забуду. Поверь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так хорошо с тех пор, как Цезарь уехал во Францию. Жизнь такая легкая, не так ли? Знаешь, о чем я думаю? О чем? Здесь римляне жили, любили, умирали. Ты понимаешь, что за чудо? Теперь здесь стоим мы, и мы здесь живем. И любим друг друга. Видно, как бьется ее сердце. Пульс твоей жизни. Единственной жизни, столь важной для меня. Ты так дорога мне, что я не перестаю бояться потерять тебя. Снова начинается. Чувство постоянной опасности и тревоги. Скоро придется бояться по-настоящему. Вы так думаете? Из Парижа он вернется триумфатором. Король назначил его герцогом. Теперь он захочет дружбы с Францией. Прежде всего, за Деста. Который ждет этого, надеясь на большую удачу. Тогда союз с Неаполем станет не нужен. И Неаполь... Неаполь, это мой любимый мужчина. Не надо так плохо думать. Подождите, дайте пару дней. Охота была превосходной. Мы поймали четырех волков. Поехали в Неаполь. Зима там не такая холодная. Монсеньор, ваш отец давно ждет вас. Он старый, одинок. Что за комедия? Что с вами? Цезарь возвращается, я боюсь. Я по-прежнему должен считать Цезаря чудовищем? Все-таки лучше, если... Хорошо. Ты еще ребенок, любимая. Даже если он приедет, что он нам сделает? Эй, вы! Поторопитесь! Грузите! Там моя лошадь. Завтра утром в лагерь приедет посланник герцога. Поставьте шатры для него и его свиты. Идите, встретимся позже. Приведи на банкет женщин. Все загрузили? Да, господин. Я представляю, как Лукреция увидит эти ткани, почувствует их запах. Я привезу ей бесценные вещи. Знаешь, Миколета, В принципе, я добрый. Да-да. Я знаю. Ты мне не веришь. Странно. Но я очень опечален тем, что придется принести ей несчастье. Я должен их пощадить, но обстоятельства требуют другого. Господи, женщины со своей глупой любовью. Осторожней, монсеньор. Что, отравленные шипы внутри? Если их надеть, тогда... Самые красивые перчатки из Франции. Как она меня возненавидит. Мир должен поверить, что он умер неожиданно. От сердечного удара. Поэтому хорошо, если во времени счастья вы будете здесь. Дайте мне перчатки, я передам их жертве. Да, возьмите. Вам будет жаль, если его не станет? Ну нет, что вы думаете? Кровь была одним из средств политики. От этого зависит успех. От этого средства. Он сам выбирал эти ткани. Я знаю его вкус. Посмотри, какие подарки мне делает Цезарь. Очень мило. Идите, я сейчас приду. Приготовьтесь к выезду. А вам, как своему другу, он прислал перчатки, которые, надеются, придутся вам по вкусу. Очень ценный подарок. Сам король приказал шить их для вас. Манжеты красиво вышиты. Лучше всего они смотрятся на руках. Думаете? Ну, конечно, это так. Пожалуйста, дай я. Они восхитительны. Не хотите убедиться, подходят ли они вам? Конечно. Будет очень жаль. Меня ждут, я найден их позже. Если я не потороплюсь, волки снова уйдут. Какова цена того, что Цезарь добился от короля Франции, такого признания? Только благодаря его власти и тщеславию. Ради чего он всем пожертвует. Перчатка! Чего вы ждете? Заберите ее! Ну-ка, отдай! Брось! Брось, я сказала! Что с ним? Посмотрите! Я права. Почему вы молчите? Отдайте мне другую. Я приказываю отдать. Как вы могли. Я всего лишь выполняю приказ. Если на то пошло, ваш муж по ошибке может начать мстить Цезарю. А Цезарь не в восторге от таких вещей. Подумайте, мадам. Для него лучше, если он ничего не узнает. Мадам. Только вы можете что-то сделать. Он не должен знать правду. Что мне ему сказать? Он посмеется над моими опасениями. Он должен немедленно покинуть Рим. Но какой нам придумать предлог? Скажите, что его отец внезапно тяжело заболел. Ложь так очевидна. Вы хотите, чтобы его убили? Где они? Эти перчатки. Кто скажет, что это не Цезарь, который хочет убрать его из Рима? Думайте обо мне, что хотите. Но он должен уехать. Он должен. Сегодня вечером он покинет Рим. Я обещаю. Пора. Всего пару недель, и я снова вернусь. Не забывай обо мне. Ты всегда со мной. Нам надо ехать, пока не началась гроза. Что бы ни произошло, не забывай, что я люблю тебя. А что может произойти? Надо торопиться. Скажи ему только в Неаполе, когда он будет в безопасности. Иначе он вернется. Через месяц мы снова будем вместе. Храни тебя Бог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все по местам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лукреция предала нас. Что ты сказал? Никто не приезжал из Неаполя. Она придумала повод, чтобы вы уехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 За нашего друга. Пусть все, кто против нас, получат по заслугам, монсеньор. Возможно, виновник уже уничтожен. Но не будем сегодня о наших проблемах. Сегодня будем только развлекаться. Тогда я пошел развлекаться любовью. А ты? Ты, наверное, стыдишься. Покажи мне свою красоту. Этого не произошло. Нет оружия против человека, которого защищает сам дьявол. Покажи мне свою красоту. Вы ушли, и он снова успокоился. А под утро опять началось. Он выкрикивал мое имя так, как будто он меня боится. Это лекарство действует быстро, но его успокоится. Есть надежда. Надо подождать. Терпение. Приехал Цезарь. Ну, как он? Выживет? Монсеньор, это не зависит от моего искусства. Другой бы с такими ранениями умер. Но он со своей молодостью и силой вне опасности. Заботьтесь о нем дальше. Я полагаюсь на вас. Вот видишь, что произошло из-за твоего неумения. Вне опасности. Надеюсь, ненадолго. Эй, вы, пошли прочь. Завтра его должны покинуть силы. Да завтра еще много времени. До того... До того его надо вылечить, понятно? Смерти надо немного помочь. Монсеньор, в этом случае нужен яд. Но как я смогу? Дайте мне возможность. Я сделаю то, что не смог. Вас никто не заподозрит. Слушай, на этот раз ты отвечаешь своей головой. Я не забуду об этом. Подожди. Лукреция. Сейчас у его постели? Пока вы здесь, она не отойдет от него. Ее надо оттуда убрать. Ей нельзя там находиться. Не у нее на глазах. Нет. Нет, Миколета. Это нужно сделать. Но не при ней. Мадам. Он снова приходит в себя. Уходи. Уходи. Оставь меня одного. Все. Все были правы. А я не хотел верить. Глупец. Теперь я знаю, какая ты. Но слишком поздно. Поздно спасаться от тебя. Что я сделала? В твоем голосе? Упрех и ненависть. Ненависть? Нет. Шлюх не ненавидят. Даже если они обманывают и предают. Их даже не презирают. Их изгоняют. Иди к тому, кто тебя купил. Пошла. Долой с моих глаз. Долой с моими глазами. Так она идет. Поторопись. Я задержу ее. Как только я услышал о нападении, сразу приехал сюда. И ты тут совсем ни при чем. Трус. Ты не отважился сам убрать его. Нет. Когда другие убивают, ты остаешься в тени, потому что ты трус. Повтори это еще раз. Пожалуйста. Ты можешь спокойно ударить меня. На это у тебя хватит смелости. Но в этот раз ты проиграл. Он жив. Он жив, Цезарь. Очень часто смерть приходит неожиданно. А иногда она приходит к тем, кто приносит ее с собой. Почему? Что он тебе сделал? Мне ничего. Он просто не нужен. Если бы ты только могла понять, о чем идет речь. Да, да. Мне знакомы эти слова. Всегда одни и те же. Границам угрожает опасность, честь страны. Ты убиваешь людей и считаешь, что это приведет к счастью. Преступление, убийство, слезы. Что мне другие? И слезы любящих женщин. Для любящих женщин в мире существует только один человек. Нет. Вы ради власти готовы проливать кровь. Проливать кровь. Но зачем? С какой целью? Для таких высоких целей, что тебе этого не понять. Речь идет о будущем. О каком будущем? Жизнь вот настоящая. А чего желаете вы? Только власти. Удовлетворить свою гордость. Ради этого вы убиваете других. Если они умирают, значит слабые. Неважные люди, бесполезные. Поэтому он должен умереть. Однажды все закончится. И ты за все поплатишься. Ответишь перед Богом. Если я его услышу, то заставлю его замолчать. У тебя нет больше времени. Каналья. Давай, беги. Если еще хочешь его увидеть. У тебя мало времени. Беги. Зря ты оставила его одного именно сейчас. Нет. Нет. Я не верю. Боюсь, ты опоздаешь попрощаться с ним. Боюсь, ты опоздаешься с ним. Я должен был убрать его. Я долго ждал. Не прикасайся ко мне. Мне пришлось. Ты можешь ликовать. Я побеждена. И я снова в твоей власти. Что мне остается? Уходи. Я не хочу тебя видеть. Лукреция. Я люблю тебя. Я тоже. Для меня ты умер. Ты умер. Умер. Так же, как он. Ты умер. Ты умер. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok